Друзья, всем привет и доброго здравия. Это видео будет очень необычным. На жаре на кампузе. Буду не только я. На снятие этого блога. Мой коллега. Всех приветствую. К счастью очень хороший знакомый. С которым мы познакомились на канале YouTube. Да, с Арнем мы познакомились на канале YouTube. Мой канал, как вы поняли, называется Галли Реал Лайф. А его канал называется Влог Арни. Оба мои коллеги, оба повара. И мне было очень приятно, что он так быстро и, главное, необычно отреагировал на мое видео. Скомбинировал, как он сказал. Все это дело приятно. Так, ну а теперь давайте знакомиться по-настоящему. Потому что для YouTube я Галли Реал Лайф. А, допустим, для Facebook я Игорь Тютчев. Там будет ссылочка внизу на мой Facebook. Кто хочет, заходите, дружите. Дружите и общайтесь со мной на Facebook. Зовут меня Тютчев Игорь Анатольевич. Ну, Анатольевич, потому что уже для многих, кто будет смотреть это видео, я уже довольно-таки взрослый и старый, можно сказать, человек. Рождение 1960 года. Через несколько месяцев уже 60 грянет, так сказать. Ну, можно не ломать язык на Игорь Анатольевич, а звать меня коротко и емко Анатольевич. Я это вполне принимаю. Потому что для людей, родившихся после 80-го, где-то 85-го года, я уже совершенно другое поколение. И, кстати, отвечая на вопрос одного из моего подписчиков, как звать на ты, на вы, ну, решайте сами. Хотя вот в нашей культуре уже людей моего возраста принято называть по имени и отчеству. Значит, для дружески, когда называешь меня Анатольевич, это звучит вроде бы как и на ты, и близко, и в то же время далеко. Так, пошли дальше. Теперь по блогу, который Арни вот это вот записал. Тоже там ссылка внизу будет. Да, Арни, я сказал, что я не только в... Вернее, в шортах не работаю. Я, бывает, я работаю в шортах. И многие работают так в жаре и в шортах, и во всяких маечках. Потому что вначале, когда мы приезжаем на пароход незнакомый, нам нужно себя показать. Мы все время, естественно, в форме, таскаем ее за собой. Но потом жизнь заставляет, так сказать, немножко попуститься. Легче, чтобы это было легче, удобнее. А техника безопасности, ну да, технику безопасности, можно сказать, нарушаешь. И особенно вот ты сказал, что ты там с длинным рукавом. Я вот с коротким рукавом все время хожу. Длинный только, когда достаточно холодно на камбузе, что бывает редко. Обычно я по жарким странам. Специалист по жарким странам. Но все время туда судьба забрасывала. И да, летят брызги, капают на руки, обжигают и все такое. Но терпеть надо. Надо просто это дело терпеть. Потому что когда у тебя в руках сковородка, у тебя брызнуло пару капелек жира, а ты эту сковородку упустил, полную кипящего жира, последствия будут значительно хуже. Поехали дальше. Так, зачем мне, вернее, почему я ношу бандаму, когда можно вообще без бандамы, с такой прической. Рассказываю историю. Как я уже говорил, надо остерегаться длительного воздействия прямых холодных потоков на любую часть тела. Последствия могут быть серьезные. Вот у меня такое последствие наступило 20 лет назад. Я работал в районе Мадаоскара. Мы все время крутились там. Там было жарко. Работы было много. Крутился я как белка в колесе. 15 человек. 15-17 человек экипаж. И я был один. Это был мой первый заграничный контракт с настоящими заграничными парнями. В основном это были немцы. В общем, крутился я, крутился. И дуйка у меня была, когда я стоял над мойкой. Естественно, весь мокрый. Дуло, дуло, дуло и надуло. И получилось так, что простудил я тройничный нерв. Это он вот здесь вот расходится такими веточками от шеи. Тройничный нерв цепляет все. Может болеть. Голова, ухо, глаз, зубы. Половина носа тоже может болеть. Потому что с этой стороны другой тройничный нерв. Короче, ощущения, блин, неприятнейшие. Я стал сначала шапку носить, колпак. Потом мне это дело нафиг не понравилось. Оно мне до этого не нравилось. И я стал одевать бандамки. Поэтому никакой я не рокер, не байкер. А просто жизнь заставила ходить в бандамах. Которые я с собой постоянно теперь вожу. Вот сейчас у меня, например, с собой аж четыре. Ну, две на работу. Одна про запас. И одна, так сказать, для дома. Для дома, для каюты. Вот такое вот. Почему у меня нет... Почему, вернее, я ношу бандаму. Хотя можно ходить и без нее. Очень коротко стрижено. Ну, в принципе, я стригусь все время на лосе. Когда на пароход приезжаю. Если позволяю погоду, конечно. Так, у тебя был вопрос. Вернее, у тебя было непонимание. Почему второй требует все время закрытых дверей. Второй требует закрытых дверей по той простой причине. Он требует закрытых дверей от всех закрытия дверей, которые... Наружный контур. То есть, на выходе из аккомодейшн. Аккомодейшн. Блин. Забываю русские слова. Из настройки. Почему? Потому что, когда работает кондиционер, он вдывает холодный воздух. А забирает воздух для того, чтобы его вдывать снова по кругу. Из коридоров. В коридорах там стоят вентиляционные, через которые затягивается воздух-кондиционер. И если открывается дверь на палубу, то, соответственно, горячий влажный воздух идет и кондиционер начинает перегружаться. Перегружаться и ничего к хорошему этого не приводит. Значит, да, ты прав. Следующий момент. Про зеленый чай. Его пить полезно, пить хорошо, но этим практически никто не занимается. Очень редко кто пьет горячий, холодный или даже холодный зеленый чай. Я тебе предлагаю, кроме кваса, еще такая вещь хорошая, которую ты, естественно, знаешь и пробовал. Ну, не знаю, используешь или нет. Это айсти, да. Ты просто завариваешь черный чай, чуть-чуть туда сахара, выжимаешь лимон. Если не успевает охладиться, бросаешь туда льда, который у тебя всегда должен быть, питьевой лед под рукой. Пожалуйста. Делается моментально, уталяет жажду и радует глаз. Кстати, любят все. И у меня, когда жара, и филиппинцы пьют, естественно, и европейцы пьют. Особенно любят люди, которые в машине работают. Там у них, когда жарко, вешалка, как ты сам знаешь. Ну, и я тоже пью, но не сильно много. А отдыхать в овощной камере, даже когда заходишь после жары, это, конечно, это удовольствие для всех поваров. Иногда ко мне просятся переотдохнуть, хотел сказать, перекурить. Курить там, конечно, совершенно не нужно. На перекур я говорю, ну, зайдите, погрейтесь, в кавычках, в овощной. Иногда заходят. И, естественно, в полном, в полном восхищении от всего этого. С морозилки тоже выходить не хочется, но нужно, потому что долго там находиться не получится. И последнее. Ты правильно перевел. Галли Рио Лайф – это кампус реальной истории. Но еще Галли – это и перевод с английского, и даже главный перевод – это Галера. То есть, Галера – реальная жизнь на Галере. Почему кампус назван Галли – Галера? Ну, я думаю, ты давно уже понял, потому что работа – это тяжелая относительно. Она не тяжелее, скажем, физически, чем в машине. Но она все равно считается на пароходе одной из самых тяжелых работ. И почему? Потому что из поваров бегут в матросы, в мотористы и дальше и выше гораздо больше людей, чем приходят обратно. Ну, я, допустим, сначала пять лет проработал матросом, а потом уже стал поваром. И это был довольно-таки редкий случай в азовском морском пароходстве. Как мне на тот момент сказали, это было 30 лет с чем-то тому назад, это только второй случай в нашем пароходстве, чтобы было наоборот. Обычно с поваров куда-то бегут, потому что работа, прежде всего, она ответственная. И вот эта ответственность, она давит больше всего, больше всяких физических нагрузок. Поэтому люди стараются свалить из этой профессии как можно быстрее. Поэтому мы с тобой, ты прекрасно знаешь, мы немножко, так сказать, как рабы на галерах. Соответственно, Галли, Галли Риолайн. Галера настоящая жизнь. Вот так называется мой канал. Ну, на этом я заканчиваю свой спич. Ну, а тебе, да и всем вам, нам попутного ветра, 7 футов. Ну и, опять же, держитесь.